Воз лекарств, гонорар успеха и ГОСТ для раритетных машин. Какие нововведения в российских законах, начали действовать в марте. Аэропорт Сочи признан одним из лучших аэропортов Европы. Особенно понравилась тщательность досмотра. Золото Международной олимпиады по математике у сочинца. Глава города поздравил сегодня Данилу Демина с победой. Грозно, но безопасно. В Сочи прошел турнир по армейскому рукопашному бою памяти Виктории Лосевой. Глава Кубани поставил задачу довести долю малого бизнеса в объеме закупок до 50%. По итогам прошлого года эта цифра достигла одной трети от всех государственных и муниципальных контрактов в регионе. Вопрос участия небольшого бизнеса в обеспечении госзакупок обсудили сегодня на совещании в Краснодаре. Его провел губернатор Краснодарского края. Одной из ниш, которую могут занять предприниматели, это обеспечение школ горячим питанием. Вениамин Кондратьев обратил внимание подчиненных на местных производителей. С 1 сентября у нас уже будут дети. Начальная школа вся находиться на горячем питании, без исключения. Все дети. Вот сегодня уже нужно главам продумывать, чем мы будем кормить детей, кто будет кормить детей, какими продуктами будем кормить детей, чьи будут фрукты, овощи, молоко, вот чьи будет. Мясо. Вот это сегодня уже предмет совместной работы и задачи, которые надо решать. Ведь там тоже будут немалые деньги на это предусмотрены. Серьезным подспорьем для развития малого и среднего бизнеса стала реализация национальных проектов. В этом году на них в регионе предусмотрено 36 миллиардов. И это потенциальный рынок для небольших предприятий. В край закупки проводят больше 6 тысяч заказчиков. Наиболее активно с малым бизнесом работают Староминский, Калининский, Крымский, Каневской, Белореченский и Обинский районы. Воз лекарств, гонорар успеха и ГОСТ для раритетных машин. Эти и другие нововведения начали действовать в российских законах в марте. С 1 марта начал действовать приказ Минздрава, который устанавливает перечень заболеваний и соответствующих лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, ввоз которых разрешен в Россию. Речь идет о лекарствах, которые будут ввозиться в том случае, если зарегистрированные в России препараты не помогают или не подходят. Врачебная комиссия должна признать незарегистрированный препарат жизненно необходимым для пациента. Поправка позволит избежать прецедентов, когда родители заказывают за рубежом лекарства для ребенка и на них возбуждают уголовное дело. С 1 марта вступили в силу поправки в федеральный закон об адвокатской деятельности. Одно из нововведений – это возможность включить в соглашение о юридической помощи гонорар успеха. Это условие, по которому размер вознаграждения адвоката будет зависеть от результата юридической помощи. Выплата может быть фиксированной или составлять процент от присужденной суммы. Новый механизм будет применяться в отношении гражданско-правовых споров. В административных и уголовных делах пункт о гонораре успеха включать нельзя. Кроме того, с пяти до трех лет снижен минимальный стаж адвокатской деятельности, который требуется для учреждения адвокатского бюро. С 1 марта начал действовать специальный ГОСТ для раритетных транспортных средств. Он распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также на грузовые машины и автобусы, не предназначенные для коммерческой перевозки, старше 50 лет. Если у таких автомобилей сохранены оригинальный двигатель, кузов и рама или они отреставрированы до оригинального состояния, владельцу выдадут документ, подтверждающий оригинальность автомобиля. В этом случае хозяевам не нужно будет оформлять свидетельство о безопасности конструкции. С 1 марта запрещена продажа, перевозка и хранение немаркированной обуви. Новое введение должно помочь снизить объем контрафакта. Производители будут наносить уникальный код на каждую пару. Если обувь возится из-за границы, импортеры также должны промаркировать товар. Все остатки, которые находятся в магазине или на складе, тоже должны быть промаркированы. Сделать это нужно к 1 мая. Выставлять на продажу обувь без кода нельзя. Исключение составляют организации, которые купили обувь только для собственных нужд и хранят ее на складе. Им товар можно не маркировать. Со 2 марта работники транспортной безопасности получили право приобретать и использовать электрошокеры для защиты объектов транспортной инфраструктуры. Однако запрещено применять устройства в отношении беременных женщин, малолетних и инвалидов. А с 28 марта банки будут сообщать клиентам о блокировке карты или электронного кошелька в тот же день посредством смс-сообщения или звонка. Законом установлены правила, по которым могут блокироваться сомнительные переводы и платежи. Также банк должен будет проинформировать о причине такого решения. Аэропорт Сочи признан одним из лучших аэропортов Европы. Причем в пятый раз. В категории от 5 до 15 миллионов пассажиров он стал лучшим по качеству обслуживания. Церемония вручения премии состоится 9 сентября в рамках Всемирного саммита в Кракове. Согласно результатам опроса 1400 пассажиров, показатель общей удовлетворенности аэропортом составил 4,59 балла по пятибальной шкале, что является лучшим результатом в Европе среди аэропортов всех категорий. В рамках анкетирования пассажиры оценивают аэропорт по более чем 30 критериям. Среди них – качество обслуживания на регистрации, досмотре, состояние уборных комнат, камер хранения, ресторанное обслуживание. В Сочи туристы высоко оценили работу службы авиационной безопасности по показателю тщательность досмотра. Высокие баллы были выставлены за вежливость персонала при регистрации на рейс и чистоту. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 10 марта 1945 в Венгрии продолжается Болотонская оборонительная операция. Войска 3-го Украинского фронта отбивают атаки крупных сил пехоты и танков противника, который стремился прорваться к Дунаю. Ценой больших потерь врагу удалось на отдельных участках незначительно вклиниться в оборону наших войск. Софинформбюро рассказывает о братьях-пулеметчиках Андрея и Василии Черных. Пропустив немецкий танк через свой окоп, они открыли огонь из пулемета, последовавший за ним пехоте. Танк повернул обратно и стал утюжить окоп, в котором находились пулеметчики. Выбрав момент, братья Черных подорвали танк гранатой и уничтожили экипаж. На всех фронтах в этот день подбиты и уничтожено 187 немецких танков и самоходных орудий. Авиация Балтийского флота подтопила три немецких транспорта общим водоизмещением 20 тысяч тонн, а также сторожевой корабль и быстроходную десантную баржу. А войска 2-го Белорусского фронта тем временем в Померане овладели городами Лауенбург и Картузы. В ночь на 10 марта советские тяжелые бомбардировщики совершили налет на Данцик и Кёнигсберг. Газета «Красная звезда» в этот день описывает встречу отца с сыном. Пока отец воевал, мальчика вместе с матерью угнали на работу в Германию. Истощенная от голода и побоев, женщина погибла. А вот подросток Миша Лучук из Смоленска выжил и дождался красноармейцев. В рядах солдат оказался и его отец. Колхозы в это время заботятся о детях фронтовиков. Так, например, в Марыйской области за февраль-март открыто 24 детских дома для таких ребят. Колхозы полностью берут их на свое содержание. Женщины шьют белье и одежду детям, малышам выделяются лучшие продукты. Ветеранов, учителей, врачей региона накануне Международного женского дня поздравил губернатор. Большой праздничный концерт прошел в Краснодаре. Сохраняем направление угол набора. Высота 100 метров, скорость, смотри, растет. Закрылки, закрылки, фара. Понятно. Примером 2-3 щелчка. Первый полет на боевом самолете пока проходит с ошибками. Без инструктора в настоящее небо еще нельзя. Зато к пилотажу в виртуальной реальности курсанток уже допустили. После приземления интересуемся, как впечатление. Но оказалось, что за плечами Екатерины Пчелы уже 150 часов налета в реальности. Правда, в гражданской авиации. И вот тут эмоции не скрыть. Не каждому удается в жизни хоть раз увидеть землю с высоты птичьего полета, когда ты можешь просто лететь и видеть реки, их очертания, видеть горы, видеть многое, чего не могут увидеть другие люди. И это, конечно, захватывает дух. А не страшно? Нет, не страшно. Больше пугают экзамены, признается Екатерина, курсант первого набора женщин-пилотов Краснодарского военного авиаучилища. К третьему курсу у девушки в зачетной книжке «Одни пятерки», диплом участника Всеармейского фестиваля научных идей и все шансы стать первой в истории летчицей дальней авиации. Екатерина, единственная из группы, выбрала это направление. Дальняя авиация наиболее подходящая все-таки для девушек, потому что там нет ни перегрузок, нет длительных командировок, то есть они всегда дома. Да, у них длительные полеты, есть какие-то свои нюансы, но в каждом роде авиации есть свой минус, свой плюс для девушки. И тем более папа, папа командир дивизии дальней авиации. Девушек в военной авиации не было со времен Великой Отечественной. Идея создать такую группу – ответ на большой спрос. Министерство обороны в свое время заваливали такими просьбами. И теперь от абитуриента к отбою нет. Это в очередной раз подтверждает. Понятие «не женская профессия» уходит в прошлое. Танцы, песни и, конечно, цветы. Все для женщин. Для ветеранов войны и труда, врачи, учителей, выдающихся общественных деятелей Кубани подготовили поздравления в Краснодаре. К собравшимся в зале музыкального театра обратились и глава региона Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. Для нас на самом деле 8 марта – международный женский день. Очень такой волнительный праздник самого раннего детства. Потому что в этот день мы хотим сказать особые слова признательности, найти такие слова благодарности, теплоты нашим бабушкам, мамам, сестрам, а потом женам, дочкам. На самом деле, великое счастье, что вы, наши женщины, у нас есть, что вы всегда рядом. Рядом, даже когда между нами большие расстояния. Вы всегда рядом. Вы всегда выслушаете, поможете, подскажете, обогреете, поймете и подбодрите. Мы, конечно, пытаемся подставить свое плечо, искренне стараемся. Мы хотим, на самом деле, чтобы у вас всегда блестели глаза. Конечно, от радости. И верьте, что любимей и дороже у нас никого в жизни нет. Наши дорогие женщины. С праздником! С 8 марта! В народе говорят, что за каждым успешным мужчиной, мужем, сыном стоит любовь женщины. И это действительно так. Ведь ваша поддержка дает возможность добиваться побед и каких-либо свершений. В своем выступлении губернатор отметил, что 75 лет назад наши деды и прадеды встали на защиту Родины, завоевали Великую Победу, но это величие было бы неполным без участия женщин. Ведь в годы войны подвиги совершали и они, летчицы, медсестры, снайперы и все те, кто стойко переносил тяготы и лишения, трудился, растил детей. Вы, женщины, обладаете удивительным даром. У вас источник жизни. У вас источник вдохновения. Вы можете преобразить всех, кто рядом, и окружающий вас мир силой своей любовью. Удивительно. Удивительно, но женщины, вы всегда остаетесь женщинами, даже в годы лихолетия для нашей страны. Мы преклоняем головы перед женщинами в годы Великой Отечественной войны. Кем вы не были только на фронте? Летчицами, снайперами, санитарками, связистами. А когда война закончилась, вернулись на Кубани и, не успев снять гимнастерки, вместе с женщинами, которые были в оккупации, начали отстраивать своими руками. Не дожидаясь ни от кого помощи, наши станиц, хутора, села, города своими руками стали снова создавать жизнь. Там, где женщина, там всегда жизнь. Это мы усвоили с детства. Ветеранам войны, жительницам блокадного Ленинграда, труженицам тыла Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко дарят медали и цветы, спускаясь в зал. О мире, о любви, о семейных ценностях и традициях, которые хранят женщины, все номера праздничного концерта. Поздравления продолжаются уже после концерта. В холле фуршет в честь главных героинь праздника. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко подходят к каждой гости и говорят теплые слова. В этот день поздравления женщины принимали по всему краю. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Ну и к другим новостям. Стали известны детали благоустройства Ривьерской и Приморской набережных. Работы будут разделены на два этапа. Один из корпусов санатория «Кавказская Ривьера» был снесен еще в 2003 году. С тех пор на этом месте и прилегающей территории располагался громадный пустырь. Сейчас здесь начались масштабные работы по благоустройству. Они пройдут в два этапа. На первом реконструируют старую лестницу на Ривьерский пляж, обустроят современные зоны отдыха, обновят клумбы и зону воркаута. Также будет благоустроена часть набережной пляжа Ривьера. Этот этап планируется закончить к началу летнего сезона. На втором этапе планируется возвести через реку Сочи мост, а также благоустроить две парковые зоны с видом на море. Реализация полной концепции благоустройства Приморской и Ривьерской набережных планируется к лету 2021 года. Исторически сложилось, что было три спуска на море. Это в районе Кавказской Ривьеры основного корпуса, существующая лестница, которую мы видим, и третья лестница около пляжа Звездного. На данный момент она закрыта. Поэтому мы решили построить еще одну лестницу. Она будет находиться здесь. Спуск, как вы видите, оборудован пандусом. На территории, которую оградили на Ривьерской набережной, уже через несколько месяцев можно будет прогуливаться и отдыхать. Если раньше здесь можно было увидеть десятки торговых точек, то следующим летом жители и гости курорта смогут насладиться красивым видом на море. Инвесторами также запланирована реконструкция, подсветка, скульптуры пловцы. Виды на море все закрыты. То есть люди, когда шли на пляж, они видели только точки с продукцией. На данном этапе мы освобождаем полностью вид на море, делаем места для отдыха горожан и туристов, где они могут отдохнуть, посидеть в тенечке. В рамках реконструкции набережной снесено несколько десятков ларьков, которые незаконно занимали муниципальную землю. В рамках данной концепции работа была разбита на два этапа. В рамках первого этапа – это было огораживание забором территории, которая благоустраивается, с ремонтом лестницы и спуском к Приморской набережной. Данные работы планируется завершить к лету 2020 года. Второй этап – это благоустройство набережной реки Сочи с пешеходным мостом. И в целом оба этапа планируется завершить к 2021 году. Работы будут вестись поэтапно, чтобы не доставлять неудобств. Как уверяют в администрации курорта, никакого масштабного строительства в этом районе не запланировано. На курорте введены строгие ограничения на жилое строительство в 500-метровой прибрежной зоне. Поэтому никаких апартаментов на продажу возводить здесь никому не позволят. Единственный капитальный объект, который в перспективе может появиться на месте снесенного корпуса Кавказской ривьеры – это малоэтажный отель под управлением одного из крупных международных гостиничных операторов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Глава города поздравил Сочин, содержавшего победу на престижном математическом турнире. Отборочный этап 12-й международной математической олимпиады завершился 2 марта в Бухаресте. Россию представляли пять старшеклассников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Сочи. По итогам турнира они стали лучшими в личном зачете и завоевали первое общекомандное место. Сегодня глава города встретился с учеником 8-й гимназии Данилом Деминым. Сочинец блестяще справился со всеми индивидуальными заданиями олимпиады и возглавил рейтинг участников. Алексей Копайгородский отметил, что такие достижения – гордость для всего Сочи и пожелал Даниле успехов в достижении новых математических высот. Эта олимпиада на самом деле является частью отбора на международную олимпиаду по математике Аймо. И так как я уже написал эту олимпиаду очень хорошо, значит, я достаточно высоко в рейтинге. Я сейчас на самом деле в рейтинге кандидатов в сборную. Еще будет несколько промежуточных этапов до этого соревнования. Румыния был один из них. Еще Всероссийская олимпиада. Как бы ничуть не меньше, чем все остальное. Потом майские сборы тоже. Вся эта гонка опять же продолжается. Шесть человек должно быть на вершине турнирной таблицы. Первые шесть летят на чемпионат мира в Питер в этом году. Основной этап научного турнира состоится в июле. Даниле предстоит побороться за победу среди математиков из более чем 110 стран. В минувшие выходные в Сочи состоялся традиционный, уже 31-й турнир по армейскому рукопашному бою памяти соченки Виктории Лосевой. Член патриотического клуба «Отечество». Она погибла на первых военно-полевых сборах в горах. На соревнования съехались порядка 350 молодых спортсменов, 20 юношеских команд из 16 регионов России и Луганской народной республики. Турнир является отборочным на первенство страны, которое пройдет в Краснодаре в конце марта. Поедут ли туда сочинские спортсмены, узнаем из следующего сюжета. Армейский рукопашный бой – это военно-прикладной, очень динамичный вид спорта, зародился еще в 1979 году в воздушно-десантных войсках. В нем разрешены любые броски, болевые приемы и удары ногами. Несмотря на то, что этот бой является исконно русским, он хорошо развивается в странах СНГ, Европе и даже в Восточной Африке. А все потому, что, невзирая на зрелищность, это один из самых безопасных видов спорта. Потому что в нашем виде единоборства очень хорошая защитная экипировка. Это армированный шлем, который не допускает прямых ударов детей, юношей, подростков, прямых ударов в голову, в нос. Защитный жилет, щитки и перчатки – это специально разработаны нашими конструкторами отечественными. За более 40 лет существования в России армейский рукопашный бой вышел на принципиально новый уровень развития. Сегодня его рассматривают не просто как вид спорта, но и как неотъемлемый элемент подготовки юношей к службе в армии. Именно армейский рукопашный бой, как вид спорта, он развивает следующие качества. Во-первых, мужество. Во-вторых, характер. В-третьих, он развивает силу воли. И человек, который занимается армейским рукопашным боем, никогда не пойдет на улицу, никогда не начнет беспредельничать. То есть у нас изначально заложено, что человек, который занимается этим видом спорта – это защитник. Так считает и 13-летний участник турнира из Московской области Никита Самусев. Армейским рукопашным боем парень занимается уже порядка шести лет. Сейчас он выступает в весовой категории до 60 килограммов. На соревнованиях Никита одержал победу над шестью соперниками и увез домой золото. Эти умения могут пригодиться в жизни. В плане можно постоять за себя, за свою семью, родину. Но к тому же за эти шесть лет я вместе с командой Мы летали в Италию, мы летали по всей России. Это вот увидеть мир и все остальное очень познавательно, интересно. Кроме того, занятия армейским рукопашным боем могут дать преимущество при поступлении в военный университет. В этом уверен серебряный призер турнира, 16-летний сочинец Андрей Мартынов, выступающий в категории до 80 килограммов. Я буду поступать в военный институт. Это Московский университет ФСБ России. И во всех военных институтах есть направленность армейский рукопашный бой, либо же обычный рукопашный бой. Это некие плюсы. Вот даже если я получу спортивный разряд, вот у меня сейчас третий взрослый спортивный разряд, я буду стремиться к чему-то большему. С разрядом КМС это плюс 10 баллов в военный институт. А вот 14-летний участник турнира из Луганской народной республики Ярослав Батышев мечтает пойти по стопам отца и стать тренером по армейскому рукопашному бою. Это очень динамичный вид спорта. Учить за себя стоять. Спорт настоящих мужчин. Тут есть и как техническая техника, удары рукой, ногой и борьба. В неофициальном командном зачете сборная Сочи заняла второе место, уступив всего лишь одно очко спортсменам из Кабардино-Балкарии. Так, сочинцы завоевали 7 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. Турнир по армейскому рукопашному бою памяти Виктории Лосевой был отборочным на первенство России, который состоится в конце марта в Краснодаре. Помимо наших спортсменов, на него также поедет и судейская бригада Сочи, поскольку считается одной из лучших. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Сборная России по боксу провела мастер-класс для сочинских спортсменов. На курорте в это время у чемпионов традиционные сборы. Инициировали встречу городской департамент спорта и федерация бокса Сочи. И это уже традиция. Мастер-класс от членов сборной России для воспитанников 3-й спортшколы Олимпийского резерва далеко не первый. За это время юные боксеры успели добиться неплохих результатов. Во всех соревнованиях ребята занимали первые места. Ну а титулованные спортсмены в очередной раз показали, как они начинают тренировку, как проводят растяжку, поделились секретами, как вести бой с левшой и правшой. А для того, чтобы продемонстрировать некоторые элементы, приглашали на ринг юных боксеров. Мы не первый раз здесь, в городе Сочи. Для нас эта база является самой любимой. Сегодня нам посчастливилось, потому что для нас это большая гордость поговорить с юным поколением, что-то им дать, показать, рассказать, как мы проходили этот путь. Ну и я надеюсь, что мы отложили что-то в их голове. Встречи данного характера, то есть приглашения наших олимпийских чемпионов, чемпионов мира, членов сбора России по боксу, наши залы, федерации бокса города Сочи стали уже традицией, потому что мы это делаем практически ежегодно. И каждый раз это дает свой положительный эффект для ребят, для нас в целом и вообще для города. Задача знаменитых спортсменов не просто поделиться опытом, но и смотивировать молодежь на дальнейшие занятия спортом. К слову, боксом. В Сочи занимается 1400 юных горожан. Очень важно для наших ребят, что у них есть возможность встречаться с такими профессионалами, как членами сборной России. Очень радостно, что можно просто встать и пообщаться с такими людьми. И мы надеемся, что такие встречи, они будут не только по боксу, они будут и по другим видам спорта. Федерация города Сочи работает очень давно, развивает спорт не только на территории городской черты, а также развивает спорт и в сельских округах. Это привлекает все больше и больше молодежи к занятиям спорта. В завершении встречи члены сборной страны устроили фото и автограф-сессию. Инга Габеши от телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова